Развитие социальной инфраструктуры, ремонт дорог и услуги ЖКХ. Вопросы, с которыми обратились жители Крачао-Черкесии в приёмную президента Российской Федерации, были самые разные. Так, Рамазан Гугушев, житель республиканской столицы, пришёл на приём с вопросом о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории гимназии номер 18 в городе Черкесске. Мужчину интересовали сроки реализации проекта. По словам мэра Черкеска, комплекс будет построен уже в 2020 году. Согласно проекту, данный спортивный объект будет включать в себя легкоатлетическую арену с беговыми дорожками. Помимо этого, запланировано строительство площадок для стрипбола, волейбола и футбола. Здесь также появятся уличные тренажёры и трибуны для зрителей. Ещё одним насущным вопросом для жителей республики является тема благоустройства придомовых территорий. Так Галина Попова обратилась в приёмную президента с просьбой помочь благоустроить двор многоквартирного дома по улице Красноармейской, 63. Это будет у нас запланировано 50 дворовых территорий по республике, в том числе по городу Черкесску, 22 дворовых территорий. И я хочу сказать, Галина Моисеевна, что ваш двор тоже попал в эту программу, и мы планируем делать следующие виды работы. Это устройство ремонта дворовых проездов, устройство освещения, 11 фонарей, установка скамейок 22 штуки, урм 22 штуки, ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, оборудование детских площадок, три детских игровых площадки комплекса будут установлены, а также стоянка на 15 автомашин. Напомним, на территории Карачаева-Черкесии реализуется программа по формированию комфортной городской среды. И, по словам мэра города Черкеска, работы по благоустройству придомовой территории этого дома будут совершены до конца текущего года. В рамках приема граждан заместитель полпреда также провел встречу с жителями Ногайского района республики в ауле Аркен-Шахар, где прозвучал вопрос о водоснабжении этого населенного пункта. Руководитель республиканского минстроя рассказал, что согласно национальному проекту экология, уже в ближайший год здесь планируется строительство нового водозабора и отчистных сооружений. Помимо этого, людям сообщили, что в ближайшее время будет проведен ремонт одной из поселковых дорог, которая на данный момент находится в плохом состоянии. В свою очередь, заместитель полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе заверил, что каждое обращение было зафиксировано и взято на контроль. Он также подчеркнул, что подобные приемы помогают лучше узнать о проблемах и чаяниях людей и принимать более эффективные решения различных вопросов. Это необходимо делать. Руководство республики принимает соответствующие меры. Полномочный представитель президента Александр Анатольевич Матовников держит на контроле эти вопросы. И самая главная задача, что мы видим, это, конечно, решение социально-экономических вопросов, это основа всего, некий такой фундамент. Да, будет решение, поправим мы и сдвинем ситуацию, хотя она и движется, эта ситуация позитивная, имеет соответствующую динамику. Значит, и все другие вопросы, само собой, пойдут тоже в соответствующем позитивном направлении. По каждому из вопросов, прозвучавших в рамках приема граждан, будет направлено письмо на имя главы республики. А ход исполнения поручений будет взят на контроль в аппарате полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе. Мадина Лайпанова, Радомир Князев, Далиль Мирза, Архыз, 24.